Приветствую вас, поработать с самооценкой был бы самый лучший для вас вариант, потому что вы мыслите крайне деструктивно, предполагаю, что довести девочку будет дорого. То есть нет, конечно, определенные девочки, которые относятся к своим мужчинам так, как вы описываете, есть, но я не думаю, что такие девочки все, во-первых. Это во-первых, да, во-вторых, а во-вторых, я не думаю, что вам обязательно в них, в девушек, да, вкладываться деньгами, причем вкладываться так, чтобы вам было как-то не по себе, а вкладываться так, чтобы вам было тяжело. Вот, то есть это абсолютно необязательное дело, но то, что вы об этом думаете, то, что вы об этом подумали, то, что вы так решили, ну, в принципе, свидетельствует о том, что у вас вот неуверенно в себе, стыдитесь, стыдитесь своего такого происхождения, вот, ну, вот вашего происхождения, стыдитесь, стыдитесь, и вот воспринимаете отношения именно так, именно вот так, как будто это что-то вот такое денежное. Денежное. Это, это первый момент. Второй момент. Вы говорите, идти налево. А, куда, куда налево-то? Собственно говоря. То есть, куда именно налево? Ну, если бы вы встречались с девушкой, да, можно было бы налево. А так вы не встречаетесь с девушкой. О каком лево идет рейдж? Не понятно. Не совсем понятно. Дальше. Чего вы боитесь? Конкретно. Чего вы боитесь? Почему вам страшно? Это тоже очень важный момент. Почему вам страшно? На мой взгляд, на мой взгляд, нужно определиться с этим. То есть, вот, определиться конкретно с тем, чего вы боитесь, почему вы боитесь, чего вы опасаетесь, что для вас такого ужасного в этой, вот, в том, что происходит, в том, что вы пойдете налево, и так далее. Потому что, здесь, может быть, вероятность, высокая достаточно вероятность, того, что вы опять же, опять же, в себе просто не уверены. Либо для вас, вот, секс имеет, ну, такое вот, знаете, чересчур большое значение. Как я это вижу. По крайней мере. Понимаете? То есть, вот, я вижу так, что для вас секс просто очень важен. То есть, вам очень неприятно, что, там, мужчины имели опыт, а вы нет. Вот. Здесь имеет место быть сравниваемым. Вы сравниваете себя с другими людьми, а значит, обесцениваете, опять же, себя. Обесцениваете свою ценность и считаете, что, вот, ну, что, должны вы быть таким же, как и все. Должны вы, так же, как и другие мужчины, иметь опыт, собственно говоря, сексуального взаимодействия. Иначе вы, какой-то не такой. Почему вы, какой-то, какой-то не такой? Вот. Ну, а этот вопрос, скорее всего, отвидеть вы не сможете. Потому что, нет и не может быть на такого рода вопрос ответа. Я думаю, что вам нужно изменить отношение к себе, к девушкам. Принять в себя, свое происхождение, свое материальное состояние, каким бы оно ни было. И, только, только после этого, вы получите шанс начать получать удовольствие от жизни. По-настоящему. Не просто так, а по-настоящему. По-настоящему начать получать удовольствие от жизни. Своей жизни, я имею ввиду, конечно же. Вот. Вот. Аммм. Такой ответ. Я думаю, вам можно дать. Что-то есть. А, в принципе. В принципе. В принципе. Аммм. Ваш. Стыд. Мне понятно, что вы переживаете, что вы боитесь. Я могу это понять. Но, я хочу сказать, что это не более, чем ваше непринятие себя, продиктованное отношением других людей к этому. Ну, например, вы, например, вы следуете тем идеям, которые вложили в вас ваши родители. Или, в общем, игнорируя себя, свои способности, сравнивая себя с другими людьми и так далее. Вам не хватает взаимодействия со своими чувствами. Не хватает принятия их. Конечно, не хватает уверенности в себе. А, по всему прочему, еще есть и страхи. Страхи. Страхи, которые являются, на большом счету, ничем иным, как вашими же собственными желаниями, которые вы себе, по той или иной причине, запрещают. Вот и все. Поэтому, я думаю, что можно и нужно с вами поработать. Можно и нужно вам помочь. Не давать советы, которые вы просто делаете. А именно, полноценно с вами поработать. Пока что, я хотел бы, чтобы вы задали себе вопрос. Вопрос следующий. Что для вас означает секс? Почему это имеет такое большое значение? На каком основании я сравниваю себя с другими людьми? Что для меня означает материальное положение? И почему я считаю, что отношения с девочкой упираются в деньги? Чего я боюсь секса? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Смотрите. Что за ломание meidän тебе говорит?